Сегодня посвящу свое ключевое выступление, во-первых, тому, что мы с вами вместе делаем, во-вторых, тем трендам, которые есть в мире и чему нам с вами нужно где-то научиться, а где-то опережать, чтобы все-таки наша индустрия была конкурентоспособной. Вы помните, что в 2017 году часть из этих проектов мы только с вами предвидели или начинали. В 2018 год мы вошли в фазу, когда нам удалось часть проектов уже запустить, часть отпилотировать, а часть в виде концепции сделать. Я их назову биометрическая идентификация. Очень сложный проект. В прошлом году были большие дискуссии, как это делать, нужно ли это в принципе, насколько банки готовы. Но вот на сегодня могу сказать, что 95 банков уже начали осуществлять сбор биометрических данных, 4000 отделений подключено, но контрольные закупки, которые мы провели как Банк России совместно с коллегами, нам показалось, что далеко не все здорово в процессе съема биометрии, естественно, в представлении удаленной идентификации уже при последующем представлении услуг. Что нам не понравилось по итогам 2018 года? Нам не понравилось, что многие банки отчитались формально, но при этом сама процедура и процесс на клиентской стороне не был отработан. Это первый момент. Второй момент. Мы увидели медленное взаимодействие систем банка с системами ЕБС и ЕСЕ. В том числе там были объективные причины, когда системы Минкомсвязи оперативно не давали отклики и ответы. Это тоже сказалось на процессе при сборе. И третье, банки очень медленно внедряют наши требования по информационной безопасности. В принципе, это была одна из первых систем, которая требовала совершенно иного подхода по информбезопасности. И требования, которые мы с коллегами из ФСБ и СТЭКа выработали, они были очень сложные. Но при этом мы понимали, что если мы создаем такую национальную инфраструктуру, то, безусловно, мы должны обеспечить конвенциальность и корректную обработку данных. Поэтому была большая проведена работа, в том числе многие из вас присутствующие в этой работе принимали участие, чтобы банкам разъяснить и объяснить, что и как делать. И вот мы надеемся, что как раз 2019 год будет тем годом, когда они завершат все процедуры по информационной безопасности. Система быстрых платежей. Я видела, скажем, список всех тем, которые вы в течение этих нескольких дней обсуждаете. В системе быстрых платежей несколько тем и семинаров отведено. После меня будет отдельная сессия. Мы не первая страна, которая решила это сделать как национальный проект. Три страны, как минимум, впереди нас. Я назову их. Это Швеция, это Англия, это Сингапур. Если мы говорим об эффекции для потребителя. Многие страны сейчас думают, как это проектировать и внедрять. Мы за 2018 год, начав этот проект в 2018 году, сделали платформу, которая состоит из двух частей НСПК и ЦБ. И уже сделали тестирование в конце года с банками на этой платформе. Мастер-чейн. Это, в принципе, единственная технология, которую мы сейчас сертифицируем с коллегами из ФСБ. Если говорить о распределенных реестрах, она признана перспективной именно для банковских операций. Правда, должна сказать, что и страховые компании к нам стали обращаться за возможностью работать на мастер-чейне. Но пока все-таки мы на этих трех проектах, о которых я говорила в прошлом году, акцентируем свое внимание. Потому что мы хотим, чтобы процесс был выстроен идеально. Действительно, финансовые технологии требуют изменения процесса всех участников. И опыт, который мы вынесли из 2018 года, не делая ничего, пока процесс не поменял и не уверен, что он у тебя реально корректно прописан с точки зрения клиента. Просто внедрить какие-то новые решения без изменения процесса или без создания нового процесса невозможно. Маркетплейс. В принципе, это один из проектов, который позволяет нам повысить конкурентную способность на рынке продуктов и услуг. Он не заменит другие маркетплейсы. Я должна об этом сказать, потому что у нас была идея сделать просто еще одну площадку, для того, чтобы маленькие и средние банки могли конкурировать с большими. Сложная задача. В конце 2018 года мы подготовили законопроекты бизнес-процессы. Опять подчеркиваю роль процессов. И в 2019 году мы планируем уже сделать пилот и ряд операций. И цифровой профиль, о котором мы говорили в конце 2018 года. Это один из проектов, который был положен в приоритетные проекты цифровой экономики страны. И в этом году мы ему уделим огромное внимание. Специально сделала сравнение 2018 и 2019 года, потому что я хочу подчеркнуть, что путь, который мы с вами наметили, и работу, которую мы делаем, она последовательна. И на ней нужно не только сосредоточиться, но ее нужно завершить с максимальным качеством и для страны, и для населения. Поэтому мы не стали никаких новых проектов на 2019 год себе ставить. Мы считаем, что нужно быть системными, нужно иметь цель, нужно ее достичь, и нужно завершить то, что мы начали в 2017 и 2018 году. Биометрию мы ожидаем, что уже к середине года у нас будет 60% отделений всех банков подключено. И, как я сказала, требования по информационной безопасности в полном объеме банками выполнены. При этом мы будем активно развивать уже удаленное представление услуг, которые мы считаем основой этой платформы. По быстрым платежам, я думаю, что вы видели из прессы, и банки сами это подтверждали. 12 банков в пилоте с 28 января начали ряд операций, это P2P и M2Me, для того, чтобы 28 февраля мы могли с ними выйти в ПРО. Мастер-чейн, те же проекты, но мы их рассматриваем уже для внедрения в промышленную эксплуатацию. По закладным я должна сказать, что все крупнейшие банки у нас отпилотировали уже эту платформу. Основной вопрос сейчас с Росреестром, который на своей стороне должен автоматизировать часть операций, для того, чтобы end-to-end процессы проходили бесшовно для клиента. И гарантии аккредитива, для которых, в принципе, распределенные реестры хорошо годятся, это те проекты, которые тоже в проме мы ожидаем запустить в 2019 году. Финансовый маркетплейс, непосредственно запуск с банками. И цифровой профиль, это, пожалуй, проект 2019 года, который мы как прототип осенью этого года, 2019, должны с рядом банком уже пропилотировать. Несколько слов о биометрической идентификации. У вас несколько сессий посвящено этой теме. Я понимаю, почему. Потому что, действительно, с точки зрения требований, не только информационно-безопасных, но и технологических, он очень сложный, реально сложный. При этом мы провели опрос клиентов. Клиент готов ошлять сбор биометрии для дальнейшего использования удаленно для услуг, только в случае, если весь процесс занимает 5 минут. 5 минут от начала до конца. Сейчас по нашей статистике, в зависимости от банков, он занимает от 10 до 25 минут. Я сама сдавала биометрию дважды. В одном банке, у меня так не смогли ее снять, при том, что сказали, что все хорошо, идите, Ольга Николаевна, вы найдете себя скоро на портале созданной биометрии. Через 3 дня я себя там не нашла. При этом банк в момент, когда эта процедура проходила, он меня об этом не уведомил. Это еще одна тема, как банки должны правильно работать с клиентом, чтобы у клиента не оставался негатив. Второй банк успешно провел эту операцию. Первый банк 25 минут меня мучил, второй 10. Но, честно говоря, первый и второй раз мне не очень понравилось как клиенту, потому что в любом случае тяжело как-то и долго. И когда мы полезли вглубь, вглубь кишок процесса этих банков, мы поняли, что там есть огромное количество шагов, которые, в принципе, банк не должен делать, и даже таких требований нет, но они не озадачили с темой, а как сделать этот процесс удобным для клиента. Поэтому повторюсь еще раз, у нас, в принципе, две задачи по биометрии. Первый – это сделать клиентский путь 5 минут с точки зрения всего процесса. И второй – это внедрить требования по информационной безопасности. Здесь вы видите три варианта решения. Банки могут внедрить собственные решения с точки зрения защиты инфраструктуры и установления ХСМа в ядро. Есть уже типовое решение, которое буквально недавно прошло сертификацию ФСБ, и банки могут его использовать. И коллеги также, несколько компаний работают над облачными решениями, но, на мой взгляд, это больше актуально для малых и средних банков. Было много вопросов, насколько просто или сложно получение ключей проверки КЭП. Сейчас этот вопрос решен. Восход не имеет ограничений с точки зрения представления ключей, поэтому банки могут этот вопрос тоже решать уже достаточно удобно. И достаточно емкая с точки зрения инвестиций тема. Третья – это внедрение средств защиты каналов связи по классу КС-3. Но я должна сказать, что это требование касается не только биометрии, а в принципе мы, как Банк России, предполагаем, что этот канал и защита этого канала по классу КС-3, она необходима для всех видов операций, а не только для передачи данных по биометрии. И, наверное, несколько слов про мобильное приложение. Уже работает мобильное приложение на андроиде. Вы сами понимаете, что клиент у нас живет в смартфонах, и в принципе ему только этот инструмент удобен. Поэтому удаленная идентификация с удаленным представлением услуг она в полной мере заработает только когда будут работать приложения на самых востребованных смартфонах. Это андроид и iOS. iOS тоже прошел уже сертификацию, и мы надеемся, что начиная с марта банки смогут имплементировать в свое мобильное приложение это решение. Несколько слов о цифровом профиле. Большая дискуссия. Не будем путать с электронным паспортом, который сейчас параллельно тоже как инициатива цифровой экономики запущена. Цифровой профиль предполагает создание определенного реестра данных, который базируется на информации из госисточников, но это не одно хранилище данных всех данных, существующих в госисточниках. Это возможность по определенной связке, по определенному ключу запросить данные, если клиент дал согласие на такой объем данных. И самое сложное здесь создать реестр согласия. То есть мы должны понимать, что клиент видит, когда кому он согласие давал, он должен технически понимать, как он может это звать, и более того, он должен мониторить представление данных о себе тем организациям и компаниям, которые хотели бы использовать эти данные, и он в свое время такое разрешение им дал. Эта тема, безусловно, связана с ОКЭП, потому что нам нужно решить вопрос еще юридической значимости подписания документа, и электронная подпись в облегченном варианте, но достаточно защищенная должна быть у клиента. Мы рассчитываем на все наше активное население, поэтому здесь вопрос удобства, не только чтобы это было сильно безопасно, это понятно, это требование, но чтобы еще это было удобно, потому что на данный момент жалоб от клиентов достаточно много. И создание мобильного приложения, которое бы позволило нашим гражданам этим пользоваться. Еще раз повторю, что октябрь – это срок прототипа, когда такой реестр и цифровой профиль, как, скажем, такая базовая вещь, должен быть готов, и когда вместе с нами правительство посмотрит на результаты этого прототипа. После этого можно будет говорить уже о промышленном решении этого проекта. Теперь, коллеги, вот последние цифры по трендам в сфере информационной безопасности. Почему я начала с наших основных проектов по финтеху, а сейчас углублюсь в цифры, потому что ни один проект по финтеху у нас не решается без информационной безопасности. В принципе, когда мы проектируем систему, даже до проектирования на этапе функциональных требований, основной наш контрагент – это коллеги из информационной безопасности из разных министерств и ведомств. Потому что делая проекты национального масштаба, мы, конечно, хотим понимать, насколько максимально мы защищаем потребителя и свои госисточники от фродов и от утечки. Так вот, если мы посмотреть, где мы как Россия находимся по международным цифрам, в принципе, с одной стороны, неплохое место, 23-е из 60-ти, но явно не то, которое нам бы хотелось занимать. Япония, Франция, Канада считаются по уровню кибербезопасности наиболее продвинутыми. Я думаю, что у нас есть огромный шанс и потенциал быть в тройке. И то, что я вижу, коллеги из компаний по информационной безопасности активно стали сотрудничать со стартапами, с финтех-компаниями именно для того, чтобы решение на выходе уже предусматривало встроенные инструменты информационной безопасности. И это, кстати, мировой тренд. Я буквально в прошлом месяце была на большой финтех-конференции в Париже. Но вот я должна сказать, что очень многие проекты у них представлялись со сцены сразу в лице нескольких людей. То есть непосредственно инициатор проекта, исполнитель и представитель компании по информационной безопасности, которая является как бы частью общего процесса. И мне кажется, это очень правильно и актуально. И вот коллеги в эту конференцию, я видела по составу, тоже впервые это сделали. То есть у нас с вами на сцене будут люди, которые и заказчики, с одной стороны, с другой стороны, сотрудники информационной безопасности, но которые представляют проекты целиком. Это важный момент. Если посмотреть, на чем фокусируется безопасность по областям, ну здесь для нас с вами не удивление, разделились в принципе плюс-минус поровну. 36 сетевая безопасность, 30 безопасность приложений и 34 безопасность данных. При этом в кулуарах международных форумов в основном, конечно, говорят о том, насколько сложно обеспечивать безопасность именно в части данных. Потому что разное законодательство в разных странах, не все шишки еще набиты. Большой вопрос, что считать и как считать персональные данные, неперсональные, общедоступные, обезличенные и так далее. Дискуссия такая идет, и какого-то, знаете, правила, которое мы могли бы с вами взять и применить, нет. Нам придется этот путь пройти вместе и очень быстро. Если посмотреть по трендам и обратить внимание на мотивы злоумышленников, но здесь, конечно, определенная хитрость, когда здесь они разделили, это международные источники, что злоумышленники 45% своего времени тратят на получение данных, 33% на финансовую выгоду. На самом деле, получая данные 45%, они тоже для финансовой выгоды. Поэтому я вообще эти цифры объединила, потому что все равно цель одна и та же. Каким образом? Либо получить деньги с клиента, либо с компанией, либо получить информацию, которая позволит в дальнейшем все равно получить финансовую выгоду. Пугает тренд по утечке записей. Как раз это вопрос защиты данных, который вырос практически в 6 раз с 2012 года. И то я думаю, что это такие цифры сильно лакированные, потому что, грубо говоря, по внутренним источникам, которые коллеги из разных стран делятся, цифра гораздо больше. Организация мишени атак. Интернет-порталы понятны. Наши с вами банки занимают второе место, 20% практически. Я думаю, что здесь две причины, почему 20%. Во-первых, естественно, интерес к банкам огромный, но системы безопасности банков исторически защищены лучше, чем другие организации и компании, и туда сложнее проникнуть. И злоумышленники это знают. Они идут там, где проще получить какие-то возможности для себя. Но, с другой стороны, понятно, что все равно банки, как держатели данных и держатели финансовой информации, всегда будут под прицелом. И всегда будут той мишенью, которая будет в фокусе внимания злоумышленников. Подводя итоги, хотела бы, наверное, вот следующую ключевую мысль сказать, коллеги. Мы, когда делаем проекты ширкомасштабного уровня, мы, конечно, хотели бы с точки зрения информационной безопасности максимально использовать унифицированные решения там, где это возможно. О чем я говорю? Мы хотели бы избежать ситуации, когда, например, в биометрии мы используем один спектр решений, а в профиле, который во многом схож с точки зрения модели угроз, принципиально другой. И тогда мы нагружаем участников рынка неоправданными затратами. Поэтому там, где можно, мы совместно с вами должны искать общее решение по информационной безопасности, возможно, кастомизированные под какие-то случаи, но не нагружая индустрию непомерными требованиями, которые они не могут выполнить. И мы вместе с вами, как раз с точки зрения биометрии цифрового профиля, уже идеологически заложили, что требования по информационной безопасности по этим двум проектам должны быть максимально синхронизированы там, где это возможно. С точки зрения быстрых платежей финансового маркетплейса, та же история. Требования, которые мы получили от информационной безопасности, мы частично, где возможно, имплементировали при реализации проекта финансовый маркетплейс. Распределенные реестры – новый зверь. Понятно, что там нет каких-то, скажем, типовых решений, которые могли бы просто взять и встроить. Поэтому здесь мы с коллегами из ФСБ и ФСТЭК проходим свой собственный путь. И я думаю, что он нам очень поможет для того, чтобы другие проекты на распределенных реестрах могли бы использовать те уже наработки, которые мы сделаем в рамках этого проекта. Поэтому что на самом деле мы ждем друг от друга и отрасль ждет от коллег из информационной безопасности, мы ждем конструктивности и гибкости. Понятно, что всегда информационная безопасность была нацелена на именно безопасность. То есть там, где можно и нельзя, лучше и нельзя. Там, где можно, но давайте сделаем так сложно, чтобы все равно было нельзя. Вот парадигма абсолютно изменилась. У нас нет темы найти решения, которые столь сложны для отрасли, что, скорее всего, отрасль их не сможет применить. У нас есть тема, как находить те решения, которые дадут нам очень быстро двигаться с точки зрения проектов, при этом решая задачу по безопасности. Спасибо большое за внимание. Это был мой короткий доклад. У меня было ровно 30 минут. Я надеюсь, что я уложилась. И сейчас мы как раз хотим вам представить проект «Быстрые платежи», который вот с 28 января уже у нас выходит в промышленную эксплуатацию. Я думаю, что мы с вами не только как финансисты, не только как сотрудники информационной безопасности, а именно как пользователи должны понять, как он работает и что для нас этот проект значит. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...